Воспоминания и окопная правда старшины 80-й стрелковой дивизии Волховского фронта Лапшина Николая Федоровича о боях на берегу Волхова и в районе Любани весной 1943 года. Отрывок из большого интервью газете «Искра», который Николай Федорович дал в 1995 году за 4 месяца до своего ухода из жизни. — Николай Федорович, скажите, для всех Волховский фронт прежде всего это трагедия 2-й ударной армии генерала Власова, а для вас, каким фронт видели вы, простой солдат, друженник войны, каким был ваш взгляд из окопа? — Тусклым был мой взгляд, смеется. Вас, журналистов, не понять. То вам надо, чтобы вас подвигами кормили, а сейчас такое время настало, что вам и подвигов не надо, вам надо грязь раскапывать. — Что бы я тебе ни рассказал, ты все равно не поймешь. Ты там не был, ты этого не испытывал, и дай бог тебе никогда не испытаешь. — Если я тебе расскажу про чудеса, которые там люди творили, как ломали себя, на что шли, чтобы войну эту закончить побыстрее, так ты не поверишь. Если начну правду матку резать, так ты вырежешь половину. Обещаю, ничего вырезать не будем, подвигами кормить не нужно. Расскажите, как было? — Ну, во-первых, выжить в таких условиях, да еще пытаться наступать и не сдать немцу Ленинград, уже подвиг. — Везде на фронте было страшно. Любой участок возьми, у каждого солдата в душе своя война шла. Никто тебе из фронтовиков не скажет. Вот, мол, под Држевом война была, а на нашем участке было спокойно. Мы всю войну папиросы курили, да наркомовские глушили. Ордена на халяву получали. Нет, фронт есть фронт. Везде было кроваво, грязно и страшно. Что такое Волховский фронт? Волховский фронт — это когда у тебя ватные брюки паяются мокрые от болотной сырости и почти никогда не высыхают. Даже летом портянки и обувь сушить по несколько раз в день не помогает. Волховский фронт — это когда одни чумазы и черные черти воюют с другими. И иногда весной красноармейца от немца просто так не отличить. Лица закопченные, а форма настолько грязная, что никаких знаков различия не видно. Волховский фронт — это когда землянка Ротного за 30 метров от переднего края тебе уже кажется санаторием, глубоким тылом и курортом. Волховский фронт — это когда мы с немцами каждый день воюем уже не за деревню, а за один окоп. Потому что он в низине и чуть повыше, а значит в нем посуше. Бывает, отобьешь линию окопов, которые долго были на ничейной полосе, а над ними самрад жуткий стоит и уже непонятно, болотом так несет или мертвечиной. Вычерпаешь из них котелками или каской воду немного, смотришь, а под ногами комки грязные лежат, и уже не ясно, чьи это тела. Может свежие, а может с 41-42 года еще лежат, разлагаются. После февральских боев за Синявина у меня стала психика сдавать. В марте нас перебросили в район Малой Вишеры и правого берега Волхова. А потом под конец месяца удалось на левом берегу зацепиться. Назвали это плацдармом, хотя на самом деле маленький клочок земли, который держали с огромным трудом. Топчемся на месте, людей теряем, немец, сука, из минометов поливает, да пулеметами каждый метр берега пристрелял. А ты сидишь и сделать ничего не можешь, только ждать, когда сам станешь смердячей и разлагающейся кучей. Конечно, понятно, что людей не хватало, собирали резервы где только могли. Командованию нужно было время, чтобы принять решение, но нам-то от этого не легче. Холодно, жрать хочется, а эти твари сухие, на возвышенности. Зная себе, только ленты перезаряжают, да мины подтаскивают и косят нас. Косят каждый день. Я от злости уже воротник свой жевал, матом орал из окопа. Ненавидел их, голыми руками готов был рвать фрица, но был беспомощен. Когда приполз ротный и сказал, что разведка добровольцев ищет, что у них людей не хватает, а язык нужен позарез, то я ни секунды не раздумывал. Так ручки чесались, так надоело в этой жиже гнить заживо под обстрелом, то сразу же вызывался добровольцем. Думал, пусть лучи меня там кончат, может польза будет от меня какая, а может быть успею пару немцев положить. За себя уже не боялся, думал только бы нейтралку переползти, да в тылу у фрица оказаться. Отыгрался бы за все, если повезет, то блин дашь какой-нибудь подорву гранаты. Столько ненависти было, о выполнении задачи и ни о каком языке я уже не думал, лишь бы выбраться с этого плацдарма. Дела у разведки, видимо, были слишком скверными, раз они были вынуждены добровольцев аж на левом берегу брать. Ночью я перебрался обратно на правый берег и поступил в распоряжение разведвзвода. Из опытных там был только командир взвода, лейтенант, на вид совсем пацан. Он сказал, что у него 8 успешных разведвыходов, остальные пятеро, такие же как и я, добровольцы. Петруха окопная, видимо тоже маяться надоело, или надеялись из пехоты в разведку попасть. В случае удачного рейда. Получили задачу, лейтенант провел краткий инструктаж. Научил нас снаряжение укладывать так, чтобы ничего не гремело и не сковывало движение. Поползали пару часов по-пластунски для вида. Вот и вся подготовка. Остаток дня на пищу и сон. Ночью переправились гораздо западнее от нашего плацдарма на левый берег Волхова. Лейтенант и вправду оказался бывалый. Провел нас через передний край немцев, без шума и пыли. Нашел лазейку между стыками немецких окопов. Проползли через какую-то рощу, редколесье. Он нам сразу сказал, что в первой и во второй линии окопов не будем фрицев трогать. Они там хорошо бдят. Настороже и караулы часто меняют, не расслабляют бдительность. Может он наблюдал за передним краем на этом участке раньше, а может просто опыт большой у парня, не знаю. Ползем, а я думаю, ну куда мы лезем? Сейчас обнаружат и перебьют всех. Даже пикнуть не успеем. Вот траншея рядом, плевать на этого языка. Можно ведь ближайшие окопы гранатами забросать. Дотекать отсюда. Николай Федорович, а как же язык? Вы бы сразу всех демаскерировали. Да говорю же, ненависть глаза застелила. Рассудком тронулся. Плевать мне было на языка. Хотел умереть геройски. Но благо смог себе сдержать. Думаю, если что, чеку дернуть всегда успею. Перед выходом лейтенант нам сказал, что рядовые гансы нам не нужны. Минимум унтер-офицера надо, а желательно и повыше званий. Блиндажей солидных и даже не солидных мы не наблюдали. А где ты в темноте кромешно офицера найдешь? Они все там на одну рожу. Такие же грязные и зачуханные, как и мы. Не спрашивать же у них звания. Все надеялись на опыт лейтенанта. Заползли уже далеко. Народ нервничает. У каждого мысли о том, как обратно-то выбираться. Да еще и с пленным. Если повезет. Я один не переживал. Я ведь умирать там собрался. Лейтенант уже хотел обратно возвращаться. Поближе к переднему краю поискать. Но вдруг улыбнулась удача. Впереди увидели тусклый свет фонарика в низинке. А там армейский плащ-палатки, в которых светил огонек. Оказывается, немцы вырыли неглубокие капониры для артиллерийских орудий. А в палатках дрыхла обслуга орудий. Если есть орудие, значит есть и офицер. Лейтенант и трое бойцов поползли к этим палаткам. А меня и еще одного гаремыку оставили в прикрытии. Лежим, слушаем, секунды считаем. Они тянутся, как часы, напряженно. Впереди тихая возня, звуки борьбы и глухих ударов. Стоны, слышу, ползут ребята и волокут за собой ганса. Все запыхавшиеся, перевозбужденные. Пар, как у лошадей из ноздрей валит. Лейтенант кивает молча, указывает направление, в котором будем двигаться. Думаю, ну раз так все удачно складывается, то можно и не умирать. Выберемся, может меня и в разведчики возьмут. Только мы поползли, как сзади крик и стрельба одиночная. Лейтенант, сука, курвы, я же сказал всех проверить. Не добили. Он повел нас аккурат между линиями немецких окопов. Видимо, расчет был на то, что немцы будут осторожничать, бояться своих зацепить перекрестным огнем. Но немцы оказались либо бесстрашные, либо очень злые от нашей наглой вылазки. Мне казалось, что бьют отовсюду. Казалось, что все пучки трассирующих пуль летят именно в меня. Лейтенант крикнул, чтобы мы гранатами себе дорогу вперед прокладывали. Сказал, кидайте по три штуки в окоп и после взрыва и два прыжка через него переваливайтесь. Во вес рост не вставайте и не перепрыгивайте поверху. Сразу срежет. Только он это сказал, как его убило. А следом еще одному парню в затылок попала пуля и сразу наповал. В одно мгновение мы остались четвером и без командования. Четыре гаремыки в тылу врага под шквальным огнем. Видимо, нутром почувствовал момент и уловил нашу растерянность и ужас. Но мы его мигом угомонили. Нож, уткнувшийся ему в почке, на время отбил охоту дергаться. Я шепчу. Мужики, надо ходу, иначе все ляжем здесь. Давайте, как лейтенант говорил, сначала гранатами и мы за ними. Не знаю, слышали они меня или нет. Лишь глаза, осекленевшие, светились в темноте. Народ впал в ступор. А стрельба тем временем усиливалась. Немцы громко орали сзади, спереди, справа и лево. Осветительные ракеты устраивали фейерверк над головой. А по земле уже рыскали лучи прожектора. Мне потом говорили, что с правого берега наш отход прикрывала артиллерия полка. Не знаю, я никакой поддержки не ощутил. Брешут собаки. Кинули гранаты в окоп, которые были перед нами. Мы видели, как в нем мелькают тени и вопят немцы. Три взрыва. Мы вспрыгиваем в окоп, пытаемся через него перевалиться. С пленным фрицем это совсем нелегко. Пока мы барахтаемся, из другого ответвления перебегают еще немцы и начинают палить в упор. На меня кто-то наваливается. Несколько раз бью снизу, коротко, ножом. Фигура сползает, цепляясь за меня. Вижу, наш еще покопленный фриц пытается гуськом уползти за поворот окопа и скрыться в темноте. Догоняю, бью его сапогом в лицо. Он падает, обмяк, волоку эту гниду на себе. Сзади продолжается борьба. Левее от меня в окоп спрыгивают еще немцы. Спе это наша песенка. Бросаю в сторону скоплений немцев последнюю гранату. Не знаю, сколько прошло времени, когда стрельба за спиной стала стихать. Я потерял счет времени, чувство реальности и терял почву под ногами. Я остался один, а со мной и фриц. Никто из ребят больше тогда не выбрался. Все остались там. Фриц меня раздражал. Я его ненавидел, хотел его прирезать. Но понимал, что ради этой сволочи погибло пятеро мужиков. Но нельзя было этого делать, тогда бы они погибли напрасно. Меня это и останавливало. Мы были в низине, в роще, рядом с берегом. Звуки погони я пока не слышал. Но беспокоило то, что я не могу найти лодку, на которой мы приплыли. А еще у меня по спине бежит ручьем. И я знаю, что это не пот, а кровь. Очень горячо и очень болит. Главное, чтобы немец не увидел и не понял, что я слабею каждую минуту. Иначе он бросится на меня. Лодку я нашел. Прикладами и пинками заставил фрица спустить лодку на воду. И загнал гниду в лодку. Развязал ему руки. Держа его на мушке, кивнул на весла. Мол, давай греби. Мне казалось, что пока мы плыли, я пару раз терял сознание и выключался. Благо фриз не заметил. Было темно и он был напуган. Иначе бы столкнул меня в воду и вернулся бы к своим. На правом берегу нас встретили. Немца увели, а меня на плащ-палатку и в медсамбат. Осколками гранаты у меня была исполосована спина. А справа под лопаткой была пуля. Повезло, что 9 миллиметров, а не винтовочные. Иначе бы не беседовали бы сейчас. Как выяснилось, немец был вшивым фельдфебелем, который прибыл с последним пополнением. На фронте всего несколько дней и ни черта он не знал. На пацана он не был похож. Брыкался, будь здоров. Думал матерые. Вот такой вот, казалось бы, бестолковый и ненужный подвиг и жертвы. 5 мужиков в обмен на бесполезного фрица. Но знаешь, так тебе скажу. Войну выигрывают не только логикой. А что вы имеете ввиду? Да не понять тебе. Не был ты там, журналист. А потом войну выиграли. Сделай лицо попроще, шучу. Выиграли, конечно, но не так сразу. Дальше госпиталь был. И в 1944 году в апреле обратно в свою часть вернулся. Но уже повеселее было. Там мы наступали. Слушай дальше, журналист. Николай Федорович, после госпиталя и возвращения в свою часть, вы сказали, что началось наступление. Можно подробнее? Да, когда я вернулся на передовую, то дивизия наступала. Причем очень успешно. Уже успели взять Любань. Кстати, в честь этого события дивизия получила название «Любанская». Я вернулся в строй, когда наши теснили немца к гачине. Но бои были тяжелые. Немцы огрызались и откатывались очень медленно. В любом случае, мне было как-то легче на душе. Месяцы позитивной войны в болотной жижи убивают быстрее пули. Убивают морально, разлагая тело и душу. Стали брать пленных, почувствовали вкус победы. Даже небольшой успех окрыляет и дает сил. А когда увидели, что немец бежит, ушла ненависть. Ушло то чувство, которое вас преследовало, когда вы ходили в разведку за языком. Без ненависти на войне никуда. Если не будешь ненавидеть врага, то быстро пропадешь. А если ты будешь постоянно видеть в нем человека, то быстро станешь холмиком с фанерой звездной. И то, если повезет и похоронит. Но одной голимой ненавистью тоже жить нельзя. Она сожрет тебя изнутри. Я сейчас тебе случай расскажу. У меня военный азарт и злость вытеснили бешеную ненависть. Голову тоже остужать нужно. Вот у товарища моего фронтового, Лени Карпа, наоборот, произошло. В нем ничего не осталось из того, что было. Лишь черная ненависть. У нас вроде был парень душевный. Звали Леня, а фамилия Карп. Парень деревенский, простой, добрый. Несмотря на свое происхождение, очень любознательный, грамотный. Любил читать. Попавшую в руки газету, прочитывал от корки до корки. Когда было время и позволяла обстановка, мог с нашим политруком часами лясы точить. И иногда так поворачивал разговор и так вопросы задавал, что даже нашего политрука с двумя высшими мог в тупик загнать. Трусом парень тоже никогда не был. Крови не боялся. До войны в своей деревне он был первым забойщиком скота. Его часто звали, когда нужно было хряка или бычка прирезать. Так и на войне. Ему что свинью, что человека пластануть. Все одно. Но по своей натуре человек был не злобный. Умел как-то трешиться. Не пускал войну в свое сердце. Солдатское дело воспринимал как нужное и важную работу. Когда я вернулся из госпиталя, то очень обрадовался, что он жив. Но не узнал Леньку. Немногословный он стал. Угрюмый. Резкий. Я подумал, может письмо получил. Может дома горе какое-то случилось у человека. Потом ребята в роте рассказали, что во время боев за Тосно, это город в Ленинградской области, Ленька и еще 20 человек были отрезаны немцами в районе железнодорожного вокзала. Немцы отбили вокзал. Добивали наших раненых штыками. А Ленька залез под трупы и притворился мертвым. Лежал и слушал, как ребята еще живых колят. Так и пролежал всю ночь, пока немцы вокзал не оставили. Понимали, что не удержат. А через пару дней еще одно потрясение. Была у Леньки Карпа любовь, отрада и отдушина на этой войне. Девочка из санзвода, Таня. Бегал он к ней. Благо санзвод не так далеко был. Гордился сильно, что мол такая красавица и с таким простым петрухой, а не с хлыщом офицерским. Так вот Тане шальным осколком немецкой мины пол головы снесло. И все, кончился на этом добрый и душевный парень Ленька Карп. Ничего у человека, кроме ненависти, не осталось. Смерти он не искал, он ее нес и не упускал любой возможности утолить мучившую его жажду мести. Без разницы ему было, в бою или после боя. Если были пленные, то главное, чтобы рядом Ротного не было или другого начальства постарше. Во время боев за Нарву, когда уже почти ворвались в город, была сильная артподготовка и немецкую первую линию спахали основательно. Те, кто у них уцелел, спешно отошли назад, а где-то просто побежали, что даже нам было не угнаться. Проходим через пустую линию немецких окопов. Ребята рыскают по обвалишимся окопам. На предмет съедобного и полезного в быту. Тут слышим крики истошны. Орет немец контуженный, его после артобстрела завалило землей, да еще и ноги досками от наката блиндажа придавило. Он орет, ему страшно, видимо думает, что свои рядом, просит, чтобы вытащили. Ленька стоит над ним и улыбается, потом на корточке присел, смотрит на него, достает лопатку и начинает присыпать фрица земелькой. Сидел неспеша покуривал и присыпал земелькой фрица, пока заживо не похоронил. Чем дальше, тем его больше несло. В Нарве двух немцев вывел из дома на улицу, слил из немецкого же грузовика бензин. Я думал, он их спалит. Но нет, он стал стрелять у них над головой и кричал, чтобы они пили бензин. Они пили, но когда Леньке надоело смотреть, как они корчатся, пристрелил. Николай Федорович, а начальство что? А что начальство? Дивизия наступает, в городе бои идут и каждый солдат на счету. Тем более рядом с теми, кто в первом эшелоне наступает. И кроме Ротного, офицеров по сути и больше. Получается, что Ротный глаза на эти безобразия закрывал. Это война, он мог многого и не видеть. У него есть задача и у него есть люди, которых нужно сберечь. А стучать у нас было не принято. Да и Леньку все любили, свой парень был. То есть вы тоже этого не осуждаете? Я осуждаю беспричинную и немотивированную жестокость. А когда война у человека забрала все, что он любит. И когда на его глазах немцы ребят с штыками в брюхо кололи. Откуда здесь гуманизму взяться? Пойми, не всем дано сохранить нам рассудок. Война меняет людей, некоторых до неузнаваемости и бесповоротно. Кто-то в себе все держит, а потом ушел от глаз подальше и застрелился. Кто-то смерти начинает искать, кто-то вокруг виноватых ищет. А кто-то вот так как Ленька. А дальше с ним что было? Также продолжал свои художества и наслаждался смертью? Дальше, после нарыва, бои очень тяжелыми были. У нас несколько полков в окружение попали. Потери были большие. В тех боях Ленька и пропал без вести. Дивидию отвели в город Сланцы на переформировку. Для меня Ленька навсегда остался добрым и умным парнем, каким я его знал до госпиталя. Надеюсь, что где-то на небе он встретил свою Таню из санитарного взвода. И они обрели покой. А этот другой Ленька, так это не он. Война виновата, все о нас, сука. Из воспоминаний Лапшина Николая Федоровича. Ну а у нас на сегодня все. Обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И нажмите на колокольчик. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok